здравствуйте это программа ваша партия один на один я ведущий артем кудинов вот просто диву даешься насколько можно быть преданным своей профессии своему призванию 50 лет посвятить музейному делу и изобразительному искусству такое благородное служение которое в общем то не приносит больших денег громкой славы или особого положения впрочем моего сегодняшнего гостя отметившего недавно свое 75-летие признание награды и почет не обошли стороной весной этого года президент путин наградил юбиляра орденом за заслуги перед отечеством второй степени с юбилеем и заслуженной высокой награды и поздравляю директора государственного художественного музея алтайского края инну галкину которая сегодня пришла в нашу студию инна константинна рад вас видеть еще раз поздравляю и с юбилеем и заслужены награды и не одной по моему и так далее ну начнем с музея которому вы посвятили почти полвека своей жизни что сегодня представляет собой фонда и коллекция нашего художественного музея чем вы особенно может быть гордитесь ну вы знаете вот музею 60 лет пятьдесят восьмом году он был создан пятьдесят девятом открыт уже так сказать более 60 чуть-чуть лет и за это время вот два самых главных достижения я считаю это коллекция которая обладает музей и профессиональный коллектив преданных своему делу людей причем я вот коллективом могу даже сказать что можно гордиться потому что в отличие от многих других музеев у нас есть ветераны у нас есть среднее поколение у нас есть замечательная молодежь что касается вот коллекции то целенаправленно во время создания уже музея была определена как бы концепция комплектования коллекции это отечественное искусство то есть это русское искусство это современное искусство это советское искусство вот и по сей день как бы эти основные направления у нас остаются вот на данном этапе у нас более 16 тысяч единиц хранения основного фонда это русское искусство И здесь мы можем гордиться отдельными произведениями, такими как Саврасов, Шишкин, Левитан. Это, безусловно, начало, рубеж 19-20 века, Коровин, Кузнецов, Кончаловский и так далее. Это все золотой фонд российского русского искусства. И у нас эти имена представлены. Да, и они востребованы. Вы знаете, когда делаются выставки русского искусства, даже если несколько полотен, вот как в новых наших условиях мы существуем, немедленно возникает поток посетителей. То есть это остается любимым. И это говорит о том, что правильно в свое время дискутировали, а надо ли вообще сюда русское искусство. Здесь есть Третьяковская галерея. Ну да, но она очень далеко. И поэтому здесь... Страна у нас большая, люди живут везде. Да, и поэтому в региональных музеях русское искусство, безусловно, это нужно собирать. И в советское время это было возможно приобретение в коллекциях. Затем у нас очень хорошо представлено наше отечественное искусство XX век. Потому что в свое время Министерство культуры целенаправленно формировало коллекции региональных музеев. Мы буквально вагонами привозили наших отечественных классиков из Москвы. Но тем, чем мы вот особенно гордимся, и чего уж нигде вообще нет, это наше, безусловно, искусство Алтая. Это первые художники Алтая, рубеж 19-20 века, Гуркин, Никулин, Борисов. Ну и наши художники алтайские на протяжении второй половины XX и начала XXI века. Наши современники. Наши современники. То есть никто, безусловно, представить не может наше искусство местное. Поэтому мы целенаправленно, безусловно, его в основном и приобретаем. А как вообще пополняются фонды? Достаточно ли средств выделяется из бюджета? Помогают ли меценаты, дарители? Может быть, сами художники зачастую отдают вам свои произведения? Вот вы знаете, в свое время как бы разные были источники. Это частные коллекции, и денег в бюджете хватало в советское время на работу с частными коллекционерами. Это Министерство культуры, и это, безусловно, мастерские художников с выставок приобретения. Но сейчас, так сказать, осталось реально, это то, что нам дарят, и то, что мы приобретаем. На приобретение, в отличие от многих других сибирских регионов, у нас выделяются деньги в течение, так сказать, года на приобретение, на поддержку именно фонда. То есть, в отличие от других регионов, у нас вот эта традиция поддержки из бюджета, выделение денег бюджетных на покупку каких-то произведений искусства для фондов и коллекций музея у нас сохраняется. Хотя в других регионах уже по-разному все, да? Да, очень по-разному. И поэтому коллекция художников современных комплектуется хорошо. Причем не только тех, кто сейчас работает, но и у наследников, у детей мы приобретаем в свое время, допустим, неприобретенные какие-то капитальные работы. Вплоть до того, что появляются у нас предложения и по произведениям Гуркина, и Никулина, и так далее. Ну и самое большое, так сказать, это то, что приобретается с выставок и из мастерских художников. Но мы, так сказать, продолжаем приобретать отечественное искусство российских художников. А меценаты, меценаты есть у нас. Я вам сейчас скажу. Да, 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 извините. Нашими меценатами выступают авторы в основном. Вот тех произведений, что нам подарили за последние годы, вы знаете, какое-то такое впечатление, что мы в бедственном положении сейчас в этом маленьком купеческом домике живем, пока идет реконструкция. У нас шквал подарков. Вот вы пользуетесь моментом, прикрываетесь, наверное. Да, причем, вы знаете, наверное, это в какой-то степени нам сочувствуют. И поэтому дары и от академиков московских, от наших земляков, которые стали академиками. Это и Гориславцев, это и Калинин. Это из мастерских других художников целые. Вот у нас прошла выставка «Дофине Кристи». Это художница 20-30-х годов, импрессионистка. Очень она нашим посетителям понравилась, своеобразный мастер. А есть фонд ее имени, созданный ее учениками. Вот совсем недавно этот фонд подарил по прошествии выставки, поскольку прошла она успешно, они подарили целый ряд работ разных художников. Может быть, рассчитывают на то, что когда, наконец, откроется все-таки многострадальный наш музей, вот это новое здание, строящееся пока на площади Октября, может тогда все вот эти подарки, дарения, они найдут достойное место в экспозициях вашего музея. Вот все-таки какими критериями руководствуетесь вы при отборе тех или иных произведений, которые приобретаются в фонды музея, в коллекции? И есть ли какая-то внятная, вполне определенная музейная политика? И кто ее вообще определяет? Вы ученые, руководители, может быть, музея, Министерство культуры, может, какое-то художественное сообщество и так далее? Ну, вы знаете, внятная политика, конечно, есть. Вы, собственно, сказали уже, что это русское искусство, советское искусство, современное. Концепция развития фондов существует, и она придерживается основных направлений. Ну, а критерием здесь выступает, безусловно, вот особенность художественного музея. Не только чтобы произведение несло какую-то информацию познавательную, историческую, скажем, ценность, но это прежде всего должно быть произведение, выполненное на достойном профессиональном уровне художественном. То есть, и здесь это, естественно, поэтому в комиссии, вот, как бы, кто определяет, что приобретать? Закупочная комиссия, закупочная политика, она определяется комиссией, в которую входят художники, сотрудники музея, самые, так сказать, ведущие искусствоведы, кандидаты наук у нас в основном, искусствоведение в том числе, и Министерство культуры. То есть, это такая, можно сказать, комиссия, которая представляет сообщество. Министерство культуры понятно, они деньги выделяют, в общем, они должны присутствовать тоже, это понятно. Да, ну, и, в общем, то, что приобретается через комиссию, оно уже само определяет политику. То есть, оно задает художникам сразу осознание того, что надо, какого уровня надо. У нас, безусловно, были в своё время дискуссии, когда художники, продавая работы, просто тогда хорошо продавались в своё время работы, вот, в начале двухтысячных годов, они, так сказать, старались получше на продажу, а в музее иногда, ну, ладно. А теперь изменилось очень сильно к этому отношение, вот, осознание того, приучило комиссии, что нет, вот, первая скрипка – это музей, потому что вы отдаёте за народные, что называется, деньги для народа, то, что будет храниться, то, что будет на выставках. Вечно, вечно, в общем, храниться будет вечно, всегда. Да, 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 мы отвечаем за это, что называется. А всё-таки, вот, если говорить о музейной политике, всё-таки это реализм, или, может быть, какие-то более такие современные, постмодерн какой-то, модерн и так далее, или всё-таки вы отдаёте предпочтение вот таким традиционным, традиционной школе, так сказать, художественной, да, работам, выполненным в манере реалистической? Ну, вы знаете, Артём Иванович, здесь так, искусствовед и музей, он должен отразить объективно картину развития искусства на данном этапе, который он комплектует. Поэтому у нас в собрании есть, в основном, конечно, это реалистические произведения русского искусства, XX век, советское искусство. И раз оно появилось в начале XX века, в XXI веке получило развитие искусства, которое мы называем модернизм, за которым абстракционизм, самые разнообразные другие направления. И направлений, их много очень, да. Да, их много. Поэтому у нас, начиная с начала XX века, есть всё, можно сказать. Есть импрессионизм, есть работы кубистические, есть работы, которые ранний Кончаловский был в Новый Валет на грани кубистических, реалистических. Вот у нас, если сказать, что вот последний, как бы вот такой период, скажем, сибирского искусства, ну, на Алтае не секрет, у нас направление в основном реалистическое, и художники больше балуются, скажем так, абстракцией, чем серьёзно ею занимаются. А в целом-то по Сибири есть крупнейшие мастера, получившие мировую известность, такие, как Андрей Поздеев. Вот Андрей Поздеев, фонд его есть в Красноярске, они издали замечательную книгу, в которой все наши произведения, это более 20 произведений Поздеева в нашей коллекции, но это художник, естественно, такого направления, последний период его творчества, совершенно абстрактного, знакового, где, так сказать, не и стремление изобразить мир, а стремление его осмыслить. То есть, в принципе, если резюмировать, то вот фонды и коллекция нашего музея, как своеобразное зеркало, отражает во всём многообразии всё изобразительное творчество. Ну, мы стремимся к этому, стремимся, нельзя сказать. Ну, представлено очень многое, разное, да, то есть, как мозаика, в общем, всё формирует такую общую картину. Да, вот я могу сказать кратко очень, в 21 веке, в ответ на ваш вопрос, у нас будет целенаправленно выставка небольшая, называется «Абстракция», то есть, один из молодых сотрудников, он увлекается этим направлением, он из фондов такую готовит выставку. Будет персональная выставка Поздеева, поскольку ему 90-50 лет. И ещё будет выставка Зверева, всеверно известного художника, у которого тоже юбилей, и у нас, по счастью, несколько его работ. Ну, замечательно. То есть, мы уже как бы проанонсировали события будущего года. Ну, не могу не спросить, когда, наконец, завершится этот многострадальный долгострой, что обещают чиновники в краевом правительстве, и что в новом здании будет особенного. И, насколько я знаю, вы уже сегодня готовитесь к тому, чтобы въехать и как-то даже размещать экспозиции вот в этом новом здании. Вот расскажите о ваших надеждах и планах. Ну, здесь планы как бы с самого начала были грандиозные. Ну, с 2012 года мы живём в ожидании. Да. Ну, что я должна сказать, что работа внутренняя по этому зданию идёт всё время. Так сказать, последний конкурс, стендер, так называемый, он прошёл, и сроки, названные окончания строительно-монтажных работ, первый квартал 22-го года теперь уже, 22-го года. И идут планёрки еженедельно, обсуждаются разные вопросы, дорабатываются с нашими архитекторами те или иные моменты в решении интерьеров, в размещении в самом интерьере. Ваши пожелания учитываются как-то вообще изначально? Конечно, да, учитываются изначально, вместе всё делали. Вот, что будет особенно интересного? Особенно будет интересного, что впервые в музее, во-первых, будет собственное помещение, потому что мы всё время живём как бы в какой-то коммунальной квартире. Ну, понятно, как цыгане. Тут вот там пожили, здесь пожили. Да, да, причём в половине зданий. Да, да, да. Вот, и будет два больших зала, то есть это один будет зал как бы торжественный парадный для различных открытий, выставок, для каких-то торжественных мероприятий. Приёмы, презентации какие-то. Да, 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 вот такой зал, почти 200, почти на 200, так сказать, посетителей, он на втором этаже. И будет ещё большой такой же зал, виртуальный филиал Русского музея, потому что у нас с 2007 года работает виртуальный филиал нашего центра методического Государственного Русского музея. То есть это у вас такое тесное сотрудничество, в общем, партнёрские отношения. Да, 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 да. Всё время мы с ними на связи, всё время мы отчитываемся, что у нас там происходит, совместное мероприятие. И более того, к открытию планируется на базе нашего музея открыть такой центр Русского музея, культурно-выставочный центр, где будут регулярно проходить выставки из фондов Русского музея. А теперь уже мы ведём как бы разговоры, и сразу была такая мысль, что, допустим, одно полугодие выставка Русского музея, потом, пожалуйста, можете принять выставку из Третьяковской галереи в этом же зале. То есть мы можем увидеть замечательные работы вот из фондов ведущих российских музеев, столичных. Да, когда для этого будет достаточное помещение, нормальные условия охраны, температурно-влажностного режима. Мы уже, вы знаете, получили предложение, такой же центр, как Русского музея культурно-выставочный, открыть центр Бахрушинского музея. Вот они сейчас были с выставкой в Музее литературы и искусства, посетили нас, познакомились с коллекцией, директор Родионов сказал, так давайте мы в новом здании вообще откроем наш центр. Я говорю, да с удовольствием, мы центры всех федеральных музеев готовы открыть. То есть как только откроется здание, я так понимаю, жизнь будет бить ключом просто, и все флаги в гости к нам, как говорится. Музеи ведущие просто с удовольствием приедут к нам. Кстати, Инна Константиновна, вот меня всё время интересует, там здание такое V-образное, там большое такое внутреннее пространство, его как-то будете использовать, может быть, для каких-то открытых выставок, я не знаю. Обязательно. Там запланировано, что этот двор будет, естественно, благоустроен. Там будет у нас площадка. Просто там просится само вот это пространство, оно просится для того, чтобы как-то его использовать. Ну, мобильная, там будет, во-первых, сцена с экраном, позволяющая проводить и демонстрацию, и выступление, пожалуйста. Там будут, так сказать, мобильные сиденья, и мероприятия предполагаются, безусловно, и выставки уличные. Концерты. Да. Там вполне можно фестивали какие-то проводить. Там специальное оборудование звуковое, всё это есть в проекте. Конечно, мы будем использовать, как и сейчас, каждые полсантиметра, каждый сантиметр помещения. Ну, понятно, а тем более, что у вас фонд это огромный, и далеко не всё мы видели вообще. И то есть теперь, когда появятся новые возможности, мы можем увидеть очень многое, что, так сказать... 10% от наших фондов поместится в тех залах, которые будут. Инна Константиновна, вы вот затронули тему сотрудничества, партнёрства с ведущими музеями. А с кем ещё? Вот русский музей, Третьяковка, Бахрушинский музей, с кем-то ещё? Может быть, с региональными музеями? Какие у вас совместные проекты? Может быть, о планах на будущий год? Что-то короткое? Ну, вот вы знаете, в своё время, до того, как мы переехали, так сказать, после начала реконструкции в маленькое наше здание, у нас же побывали все федеральные музеи. Все. И Эрмитаж, и Московский Кремль, и так далее. И у нас регулярные были выставки с региональными музеями. То есть совместные выставки с Новосибирском. Допустим, тема какая-то «Автопортрет». И, так сказать, совместные такие выставки. Регулярно наше сотрудничество с музеями и федеральными, и региональными в плане научных конференций. То есть это взаимное участие в исследовании, в атрибуции произведений. Сборники научные публикуются, где, так сказать, представлены доклады, сообщения сотрудников. Но, естественно, вот в последние годы эти связи несколько ослабли. У нас, например... А в этом году, наверное, особенно, да? Да, да. Все вот эти вот заразы, это не способствует, так сказать, укреплению контактов и так далее. Да, у нас даже конференции с русским музеем проходят теперь онлайн. И вы знаете, вот последняя конференция, которая «Круглый стол директоров» был о русском музее заявил, они ее отменили, потому что болеют сотрудники очень много. То есть вот есть такая ситуация. Но, тем не менее, мы планируем, на следующий год, например, Академия художеств, Министерство иностранных дел наше, они запланировали такую выставку о Гаванна, Гаванна Транзит, то есть выставку, посвященную Кубе. То есть кубинское искусство, наверное, или что, нет? Нет, это несколько иное. Это будет произведение тех художников, которые работали на Кубе, начиная с момента наших дружеских отношений и по сей день. То есть вообще это классики нашего отечественного искусства. Эта выставка начнется в Москве, и к нам она приедет, это ОГаванна Транзит, она приедет где-то осенью, вот 21-го года будет у нас, и ожидается, что представительство посольства Кубы будет и так далее. Будем надеяться, что к этому времени уже все уляжется, все вот эти страсти коронавирусные, и люди могут прийти просто и посмотреть. Ну, надеемся, и вы знаете, посетители, как ни странно, в музее есть. Вот выставка в этом году вызвала большой интерес, это православное искусство Алтая. О вечном люди задумываются, в эти сложные времена задумываются о вечном, что, в общем, вполне закономерно, как мне кажется. Когда вот такие сложности, наверное, тянет к искусству и к каким-то вечным ценностям. Вы знаете, я заметила, к искусству с какой-то особой духовностью высокой. У нас две таких выставки было, кто грамоте гораст, про обучение грамоте в Древней Руси и православное искусство. Именно они вызвали интерес. Но что характерно, вот нужно отдать должное, что люди очень сознательно относятся. То есть у нас маски, дистанция, не больше пяти человек вместе, и все это вот соблюдается. Инна Константиновна, ну, коли мы говорим о фондах, не могу не спросить о Григории Ивановича Гуркине. У нас тоже его работы в нашем музее представлены в фондах. Вы долгие годы исследовали глубоко и основательно творчество Григория Ивановича Чороуз Гуркина. Как сейчас говорят, раньше говорили Гуркина. Да. Ну, его творческое наследие сегодня, вот насколько я знаю, распылено среди, так сказать, разных музеев. Есть ли смысл и необходимость сосредоточить где-то его работы, может быть, на одной площадке музейной, может быть, у нас, может быть, где-то еще? Как вы относитесь к этой идее? Я знаю, что об этом в разное время говорили, звучали разные предложения, инициативы и так далее. Да, безусловно, инициативы такие были. Ну, вы знаете, об этом высказался и Союз музеев России во главе с Петровским, потому что в свое время как бы инициативы были по некоторым собраниям Эрмитажа. И я тоже придерживаюсь совершенно точно того же мнения. Традиционно сложились исторические коллекции. Они должны оставаться там, где они есть. Потому что наследие Гуркина, оно в основном сосредоточено в Томске, где традиционно он проводил все свои выставки в дореволюционное время. Естественно, там скомплектовалась коллекция. А это, естественно, в Гурналтайский, поскольку он, предчувствуя будущие трагические события, он очень мудро взял и передал все, что у него были в мастерской произведения, в облсполком. Таким образом сохранилось основное наследие, иначе неизвестно, что с ним бы вообще было. И у нас работа есть. И в нашем музее большая коллекция, более ста произведений живописи. Я почему спрашиваю, в этом году же и юбилей. Да, у нас была выставка, 150-летие юбилея. И выставка была, каждый раз проходит разная, по-разному Гуркина показываем. Или это с учениками его, или это с учителями его, или это графика, или это этнография, или это какая-то другая, так сказать, тема нашей выставки. Ну, я должна сказать, что вот хорошо, что так сложилось. Три больших главных центра. Объединение я вижу в том смысле, что нужно проводить выставки. Совместные. Да, ну, допустим, началась эта выставка, ну, пусть в Горно-Алтайский. Вот она сформировалась, туда пришли наши работы, томские работы. И затем эта выставка посетила целый ряд городов. У нас в свое время такая выставка была совместная с Третьяковской галереей и с Русским музеем. К юбилею Гуркина мы привозили работы Левитана, Шишкина, Куинджи, Васильева из этих музеев. Это была выставка Гуркин и его учителя. Инна Константиновна, от общего, так сказать, к частному не могу не спросить. Вы, помимо работы непосредственной вашей, директорской, есть ли у вас хобби, увлечение? Что вы читаете, какие фильмы любите, какую музыку слушаете в свободное от работы время? Ну, книга – это отдых безусловный. Поэтому одно из того, что я читаю, как этого не странно может покажется, это детективы. Я очень люблю детективы, особенно канадские и норвежские. О, так вы даже разбираетесь. Для меня все детектив – это французские. Ну, я знаю, скандинавские детективы. Там это отдельная песня, там шведская. А есть еще и канадские. Замечательные. Там женщины канадские, авторы замечательные. Почему детективы люблю? Потому что там, вы знаете, как нигде, мне кажется, правдиво, жизнь и быт народа передается. Вот людей, их взаимоотношения. Потому что они лишены каких-то политических вещей. Вроде там следишь за детективной историей, а на самом деле там очень... Вот я прямо представляю, как в Канаде живут французская Канада, английская Канада. Это разная вещь. Вот, детективы. Потом я очень люблю читать о великих людях. Вот одно из таких, знаете, самых больших впечатлений за последние пару лет – это романы Дмитрия Быкова «Пастернак», «Акуджава» и «Маяковский». Ну, «Пастернак», я читал, замечательный роман. И «Акуджава». То есть это целый пласт, целое время, во-первых. Ну, во-первых, он большой знаток. Во-вторых, он глубоко чувствует творческих людей, поскольку сам, безусловно, талантливый литератор. И он любит их. Вот о «Маяковском» он пишет так. Я и до сих пор, до того к «Маяковскому» очень так, к ревностности, с любовью всегда относилась, к его трагической в целом жизни. Ну, а здесь вот эта любовь, она прямо пронизывает всё. Ну, то есть вот такие вещи. А вот последнее, замечательное, что я должна сказать, это Прилепин дочитала вот сейчас книгу «Леонид Леонов». Я для себя открыла великого писателя. Теперь хочу читать «Леонова». Действительно, действительно, прочитайте. «Пирамида». Большой роман, но он очень самый важный и интересный. Теперь у меня задача прочитать «Пирамиду». Да. А Инна Константиновна, про фильмы, я так понимаю, и про музыку. Фильмы, наверное, тоже детективы или нет? Нет. Вот что последнее посмотрели? Может быть, что на вас произвело такое вот сильное впечатление из кино? Вот фильмы я люблю исторические. Про реально исторические события, даже если пусть там они, знаете, как-то что-то вымышлено. Или, опять же, вот о ком-то из великих людей. Вы знаете, что-то я из кино даже не могу ничего такого испомнить-то. Последнее, что произвело на меня такое. Ну, пожалуй... Книги, книги, наверное. Знаете, что произвело впечатление? Вот что. «Достоевские бесы», вот этот фильм поставленный, по-моему. А, сериал, да, наверное? Да, да, да. «Хатиненко», наверное. Да, 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 да. Вот это вот, наверное, последнее, что вот такое самое было сильное. Я его, наверное, даже не один раз смотрела. Инна Константиновна, ну, будем завершать. У вас жизнь, в общем, тоже как своеобразный детектив. Вы 50 лет, хотя на одном месте, но тем не менее. 50 лет отдали музейному делу и прошли путь от гардеробщицы, начинали, да, простой, и до директора музея, орденоносца и прочее-прочее, всех регалий. Напомню моим телезрителям, что мы сегодня поговорили с директором Государственного художественного музея Алтайского края Инной Галкиной, которая недавно отметила свой 75-летний юбилей, с чем мы ее еще раз и поздравляем. На этом все. Берегите себя и не будьте пешками в этой жизни. Всего доброго. Встретимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова